Также в письменном виде автолюбители наехали на подрядчика, что ремонтировал Тюменский тракт. На строителей подают в суд. Время собирать камни решили автовладельцы. Устав менять лобовые стекла, они попросили дорожников вернуть деньги за работу. Покрытие на трассе восстанавливали только летом, но уже сегодня щебень летит из-под проезжающих авто. Мария Новикова выяснила, что от некачественного ремонта в выгоде остались не только дорожные рабочие. Такого подвоха автомобилисты не ждут и, уворачиваясь от камешков, съезжают на обочину. Свежеотремонтированный Тюменский тракт буквально рассыпается под колесами машин. Роман менял лобовое стекло уже два раза и, чтобы больше не тратиться, теперь добирается до работы в объезд. Из пяти раз проехавших, да, четыре раза мне прилетает. Из четырех раз, ну, раза два точно скалывает серьезно. Последний раз ехали с женой в город на работу. Прилетев, мне просто слева ряда камень сразу разбил стекло. И это при том, что дорожное полотно здесь меняли только летом. Трассу покрыли гравием, чтобы сделать ее шероховатой. Это улучшает сцепление шин с асфальтом, а сам он, по идее, должен разбиваться меньше. Однако все вышло наоборот. Покрытие не прослужило и полгода. Опасные участки видно невооруженным глазом. Участки, где движение меньше всего шляется, там, где разметка, они темные, а там, где движение шляется, они светлые. Соответственно, где колеса, там уже все повылетало. Остался участки, где шероховатая обработка еще не вылетела. Из-за разбитых стекол на этом участке уже произошло больше трех десятков аварий. После проверки выяснилось, дорогу ремонтировали с нарушениями. На объекте работала комиссия. Причины, в принципе, определены. Что, видимо, проблемы были связаны с, возможно, некачественным битумом. Однако подрядчик утверждает, что использовал только качественные материалы и современные технологии. Есть вопросы к материалам, да, но это всего лишь могут быть предположения. Входной контроль мы материалов делали, да, работы выполняли по технологии. Оборудование было современное, американский чипсиллер, да. Не могу сказать точно. А вот в окрестных мастерских время собирать прибыль. За новыми стеклами к ним водители приезжают, не отходя от трассы. Очередь на замену, на ремонт автостекла примерно 2-3 недели. Ну, это в основном с этого направления. Теперь подрядчику, скорее всего, придется вернуть деньги, полученные за ремонт. Это почти 30 миллионов бюджетных рублей. И за свой счет переасфальтировать дорогу. Деньги со строителей собираются стрясти и пострадавшие водители. Они через суд добиваются от ремонтников компенсации за разбитые стекла. Мария Новикова, Новости 41-го канала.